Всем привет, дорогие друзья! Перед началом этого видео я бы вам хотел порекомендовать очень классный канал, который называется AndroNet. На этом канале есть много видео про айфоны, про айпады, про телефоны на андроиде, отзывы, сравнения, впечатления, также различные эксперименты. Он проходил целую неделю со стареньким iPhone 3GS. Так что, ребят, я вам всем советую подписаться на этот оригинальный канал, такого контента я еще не видел ни у кого. Ссылка на канал AndroNet будет в описании. Дима, Дима, иди есть. Сейчас, сейчас, мам, подожди, у AndroNet тут новое видео вышло, сейчас досмотрю и приду. Здорово, Димасик. Слушай, я тут себе хочу iPhone 6 приобрести. Ну, сейчас, понимаешь, с деньгами не все так гладко. Вот на 6 iPhone накопил 9 тысяч рублей. Как вообще думаешь, стоит ли сейчас покупать iPhone 6? Актуален ли он еще? Что говоришь? iPhone 6? Слушай, ну iPhone 6 это уже старый телефон. Ну, хотя, знаешь, iPhone, они долго остаются актуальными. Сейчас даже можно еще 5S купить. Он до сих пор еще обновляется. Шестерку за 9 тысяч? Ну, ты прям меня удивил. Я, если честно, даже не знал, сколько сейчас шестерки стоят. Но за 9 тысяч я считаю, что это более-менее, чем достойный телефон. Так что, в принципе, наверное, можно купить, попользоваться. Слушай, а где ты его возьмешь за 9 тысяч? Мне кажется, он дороже должен стоить. Нет, Дим, там немножко побольше. Там не ровно 9 тысяч, но там 9500, где-то вот так выйдет 9400. Все в зависимости от цвета, какой цвет ты хочешь купить. Я, короче, нашел на Алиэкспрессе восстановленный телефон. Да, чувачок, восстановленные телефоны, это, конечно, опасно. Но если у тебя ограничен бюджет, то тут реально уже ничего не поделаешь. Короче, я тебе советую, наверное, все-таки, если ты хочешь рискнуть, то можешь рискнуть. Давай, заказывай, потом мне сообщишь, что вообще вышло. Пойдите. Дима, блин. Все пропало, смотри, какую мне херню прислали. Я заказывал айфон 6, а мне прислали моторолу какую-то старую. Вот она, коробка. Налебали китайцы. Да ладно ты, не беспокойся, у меня уже сто раз айфоны в таких коробках приходили. Вот дай сюда коробку, дай, дай. Вот смотри, вот моторола, да, написано, что здесь. Моторола Разер F3, да? Типа тебе моторолу прислали. Но смотри, что делают хитрые китайцы. Они отправляют айфон в коробки из-под моторолу. Открываем коробочку. И что мы здесь видим? Еще одну коробочку, правильно. А что у нас в этой коробочке? А в этой коробочке у нас твой шестой айфончик. Вот, сам можешь посмотреть. Вот она, коробочка с айфоном. Так что никакие китайцы тебя не обманули. Они просто замаскировали айфон в коробке из-под моторолу. Честно, даже не догадываюсь, зачем они это делают. Вот, возможно, из-за того, что они боятся, что айфоны будут красить на нашей почте. А, типа, такую моторолу не будут красить. Посмотрят, что это моторола. Скажут, да нафиг надо эту моторолу какую-то доисторическую раскладушку. Кому она нужна вообще? А там внутри айфончик лежит. Вот китайцы хитрые, оказывается. Да, ребят, это все реальность. То, что вы сейчас посмотрели, это все правда. Когда вы заказываете себе айфон, есть шанс, что айфон вам придет вот в такой коробке. Я тоже первый раз очень сильно испугался. Я думаю, блядь, продавец перепутал телефон и отправил мне, наверное, какой-то другой телефон, который другой человек заказал. И главное, что самое интересное, всегда айфоны приходят именно вот в таких коробках из-под моторол. Не из каких-то там старых нокий, не из-под самсунгов, а вот именно вот в таких вот коробках из-под моторол. Я не знаю, у них, наверное, склад целый этих коробок, их некуда девать, и поэтому они упаковывают именно в такие коробки. Ну, а там уже лежит обычная коробка с айфоном. Это коробка с айфоном 6. Я его еще не вскрывал, и сейчас я его буду вскрывать и, конечно же, проверять, чтобы с ним было все в порядке. Потому что восстановленный телефон, это все-таки телефон не новый, он уже ремонтировался, и, возможно, там какие-то будут изъяны. Но в чем плюс площадки Алиэкспресса? То, что если вы что-то найдете, вы можете без проблем открыть спор и попросить какую-то сумму денег. А если телефон будет прям жестко бракованный, вы можете его полностью за него деньги вернуть. Все это решаемо, я уже кучу раз так делал. Ну что ж, давайте перейдем к этому айфону 6 и посмотрим. Ну что, пацаны и девчонки, открываю я мой айфон. Вот он, айфон в пакетике, айфон 6. Я заказал айфон черного цвета. Не знаю, почему-то в черном цвете мне он больше всего нравится. Здесь какие-то контакты, варантии. А, варантии это типа гарантия. Айфон в пленках, здесь у него наклеена сзади защитная пленка. Как будто, вот знаете, как будто заводская. А, кстати, ее можно не убирать. Если вы не хотите телефон носить в чехле, можно оставить эту пленку, и тогда у вас не будет царапаться задняя крышка. Но я ее все-таки уберу, потому что я, у меня уже есть чехол для этого телефона. Раз, пленка, и на экране здесь тоже уже наклеена защитная пленка. Смотрите, как аккуратно наклеена. Ее тоже можно не убирать, кстати, но я ее, наверное, тоже уберу. Или уже не надо. Ладно, давайте не буду. Короче, включаю телефон. По внешнему виду, конечно, здесь новый корпус, скорее всего, потому что он реально нулевый. Телефон не включается. Ну, ее коротко... А, во, все. Телефон начал включаться. Кнопка вроде нажимается. Эти кнопки нажимаются. Рычажок переключения. Вот этот цвет прикольный. Мне нравится черный в сочетании с серым. Сейчас уже айфоны идут либо полностью черные, либо там белые, с белой задней крышкой. А вот с такой серой задней крышкой уже айфонов нет. Это именно вот айфон 6 и 6s. Были с таким необычным цветом. Ладно, дальше мы по комплектующим сейчас пробежимся. Здесь все не оригинальное. Кабель, лайтнинг, зарядка и плюс еще наушники проводные. Это все не оригинал. В конверте две бумажки и скрепка, чтобы открыть лоток для сим-карт. Ладно, мы покупаем все-таки не аксессуары, мы покупаем телефон. Аксессуары можно уже докупить отдельно. Качественные качественные наушники, качественную зарядку. Нам важен лишь телефон. Телефон у меня включился. И что я здесь вижу? Ну, по первым впечатлениям, ребят, экран здесь вроде как оригинальный. То есть у меня есть айфон с неоригинальным экраном. И там сразу видно, что он не ариг, он уходит в синие тона, он блеклый, не яркий. Здесь пока на первый взгляд все нормально. Сейчас нужно поменять язык. Язык по умолчанию стоит английский. Эти айфоны китайцы продают на весь мир. Многие люди заказывают из Бразилии, из Франции, еще там из каких-то стран я видел отзывы. Ну и много, конечно, россиян, украинцев тоже заказывают вот такие восстановленные айфоны. Язык я поменял. Также сейчас можно убрать китайскую клавиатуру. Она мне не нужна. Удаляю и эмодзию еще удалю. Регион еще, кстати, стоит Китай. Давайте я тоже поставлю регион Россия. Так, ну вот и все, регион я поставил. Ребят, да, действительно, это оригинальный экран. Я очень рад, потому что, ну, пока что все нормально. Камера. Камера у айфона работает. У меня был айфон 5, я заказывал. И там, короче, камера задняя не работала. И за этот косяк я выручил немножко денег. То есть открыл спор, потребовал возмещения, и мне продавец вернул деньги. Потом я пошел в мастерскую, мне там это сделали за 500, либо за 600 рублей, уже не помню. Ну, камеры, могу сказать, что здесь даже на сегодняшний день вполне себе неплохие. Но, конечно, нету портретного режима, нету ширика, всего одна задняя камера и фронталка всего на 1,2 мегапикселя. Память. Я заказал телефон на 16 гигабайт. Это мало, это реально мало. Вам придется ужиматься, вам придется экономить память. Причем, смотрите, из 16 здесь доступно лишь 10 гигабайт. Телефон у меня чистый, я ни одно приложение еще не поставил, всего 10 гигабайт дается пользователю. Еще очень важно проверять в айфонах, это сканер. Сканер отпечатков пальцев, потому что бывает, что айфоны приходят с нерабочим сканером, и это, конечно, беда. Такие телефоны уже хрен продаж, и пользоваться такими телефонами неудобно. Ну, как без сканера разблокировать, сами понимаете, все время вводить этот пароль, это не совсем удобно. Здесь вот пока что я вижу, что мой палец сканируется. Сейчас я попробую полностью просканировать палец и разблокировать телефон. Так, ну и все, палец я один зарегистрировал, пробую телефон разблокировать. Нажимаю на кнопку, все, телефон разблокируется. Происходит это не так быстро, все-таки здесь Touch ID первого поколения, такой же, как в 5S, такой же, как в SE. А начиная с 6S, там уже Touch ID второго поколения, и телефон разблокируется быстрее. Ну, хорошо, что хоть сканер рабочий здесь. Далее мы проверим звук, заходим в звуки, максимальную громкость. Динамик здесь один. Вибрация также работает. С этим проблем нет. Дальше кнопки проверяем, кнопки реагируют на нажатие, переключатель режимов тоже работает. Wi-Fi, включаю Wi-Fi, и сейчас попробую подключиться к своему домашнему Wi-Fi. К Wi-Fi я подцепился, и сейчас я хочу скачать обновление прошивки, потому что этот телефон работает не на последней версии iOS, сейчас он работает на 12.1.3, но сейчас уже доступно iOS 12.2. Занимает она 727 мегабайт. Сейчас я скачаю эту iOS, и ее сразу же установлю. Пускай iPhone у меня работает на самой последней версии прошивки. Ах, да, ребята, я чуть не забыл. Самое-то главное, аккумулятор проверить. Проверить, какой здесь износ батареи. Смотрите, что пишет. 100% максимальная емкость. То есть, они реально поставили сюда новую батарею. Скорее всего, не ARIC, скорее всего, китайскую какую-то батарею. Но хорошо хотя бы, что они ее поменяли. Хорошо, что они не стали ставить сюда, не оставили здесь оригинальную батарею, которая по-любому была бы очень сильно просажена. Было бы где-то 80-70% емкости. Они взяли ее, поменяли. Это нам говорит о том, что как минимум на год нам должно хватить этой батареи. Даже пофигу, что она будет китайская, ничего страшного. Китайские батареи, это как бы тоже батареи. Но она новая, реально она с нуля. Ни одного процента даже износа нет. Пока мне все нравится, этот телефон реально не стыдно кому-то продать, кому-то подарить. Все работает, телефон в идеальном состоянии. Кстати, все сделано очень ровно. Никаких смещений в камере нет. Никаких зазоров, никаких скрипов. То есть, собрали они его классно. В этих отверстиях даже пыли нет. Посмотрите, все новенькое, реально как из магазина. И это всего лишь за 9300 рублей, по-моему, я отдал за этот телефон. То есть, реально дешево. Железо здесь не новое. Процессор уже такой подуставший. Но до сих пор он тащит. До сих пор этот телефон обновляется. Здесь установлен двухъядерный процессор. Этому процессору уже получается 5 лет. Это Apple A8. Два ядра, 1400 МГц. Технологический процесс 20 нанометров. Оперативной памяти всего лишь 1 гигабайт. Но для айфона 1 гигабайт это не так, как для андроида. Знаете, андроиду уже 1 гига не хватает категорически. Да даже 2 гига уже маловато. А вот айфону 1 гиг еще в принципе хватает. В антуту телефон этот набирает 79 тысяч баллов. Примерно столько же, сколько набирают телефоны на андроиде за эту же цену. Например, если вы пойдете в магазин с 9 тысячами рублей, купите какой-нибудь новый телефон на андроиде, то примерно столько же он и будет набирать. Сейчас, конечно, современные айфоны набирают в разы больше. Например, тот же SE набирает в 2 раза больше. 10R айфон он вообще за 300 тысяч набирает. То есть, ну, реально уже процессор такой старенький. Но до сих пор он со всеми игрушками справляется. Я специально скачал PUBG, чтобы показать, как идет эта игра на айфоне 6. Так, ну и вот PUBG запустился. На телефоне с одним гигом оперативки запустился PUBG. Все нормально. Так же, как и на 5S. На 5S тоже эта игра идет, ну, играбельно вообще. Но низкие настройки графики. Да, он сразу определил, что настройки графики низкие, потому что все-таки процессор старый, видеоускоритель старый. Но все идет даже нисколечко, вообще не лагает, не подлагивает. Все очень плавно. И удобно играть, в отличие от того же 5S. Там экран поменьше, здесь уже все-таки 4,7 дюйма. То есть уже поудобнее гораздо. Даже удобнее, чем на SE. Но SE зато производительней. Там уже 2 гига, там уже Apple A9 процессор. Но зато экран меньше. И все абсолютные игры, все современные игрушки, какую бы вы игру не скачали, они все идут на этом телефоне. Пока непонятно политику Apple касаемо обновлений. Будет ли этот телефон обновляться до iOS 13, которая выйдет в сентябре. Но я думаю, что скорее всего этот телефон получит iOS 13. Это мои догадки, но если так будет, то это как минимум еще год целый вы будете получать обновление. Ну и камера. Давайте я вам сейчас покажу примеры фотографий и примеры видео. Пример записи видео с основной камеры телефона. Телефона iPhone 6. 8 мегапикселей камера. Full HD. 60 кадров в секунду. Есть цифровой звук. Максимальный. Минимальный. Максимальный. Минимальный. 60 кадров имеет снимать телефон. Ричи. Че спишь? Ну че ты спишь? А это пример записи видео на фронтальную камеру. 1080p. 30 кадров в секунду. Короче, ребят, какой можно сделать вывод? Мне попался рабочий вариант. Все пока работает. Я не уверен, что будет все в порядке с ним через месяц, через два. Бывает такое, что сначала телефоны приходят, с ними все в порядке, а через месяц он просто у вас не включится и все, что-нибудь там сдохнет внутри. Или с экраном начнутся какие-то проблемы. У меня у друга так было. Он заказывал iPhone 5s восстановленный. И у него через пару месяцев начал экран, короче, глючить. Пришлось менять экран. Но пока все работает. Его сейчас можно, в принципе, по-быстренькому слить кому-то. А можно оставить. Я его сливать не буду. Я его оставлю себе. Потому что я хочу его еще, как бы, поэксплуатировать. Посмотреть, что с ним будет дальше. Как дальше он будет обновляться. Сколько он вообще еще протянет, этот телефон. Ссылку я оставлю, где я купил этот телефон, в описании к этому видео. На этом будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Это был восстановленный iPhone 6 за 9000 рублей с Алиэкспресса. Всем удачи и всем пока.